Десятки тысяч моряков могут остаться без работы из-за просроченных документов. Как пройти подготовку в тренажерном центре и аттестацию онлайн в Украине еще не решили. В тренажерных центрах готовы онлайн обучать моряков, как это происходит и в школах, в вузах. Поэтому обучать онлайн центры могут. Инспекции по дипломированию принимать экзамены онлайн могут. Поэтому здесь должна быть политическая воля Министерства инфраструктуры, которые должны разрешить онлайн обучение наших моряков. Потому что пандемия рано или поздно закончится, а люди будут просто не готовы к смене экипажа. Если ничего не предпринять, украинцам предпочтут граждан тех стран, которые смогли приспособиться к условиям пандемии, считают эксперты. Украине, которая входит в 105 пассажиков морской силы для Международного морского торгового флота, будет некого посылать. И будет посылать тех, у кого есть документы. Это тех же филиппинцев и индусов. Немного легче в этом плане тем, кто сейчас на судах. Их контракты автоматически продлили, как и срок действия сертификатов. Всю ответственность за жизнь и здоровье экипажа несет судовладелец. Но сколько еще им предстоит находиться в море, пока не ясно. Все моряки, которые находятся сейчас на судах, они получают заработную плату в полном объеме. Согласно международных правил, контракт действует до момента репатриации моряка на родину. Даже если моряк был списан в каком-то из государств и находится сейчас не на судне, он получает минимум базовую ставку свою и он зарплату получает. Если моряк, не дай бог, в момент рейса заболел, это не обязательно эта инфекция, которая сейчас объявлена пандемией, то в этой ситуации судовладелец должен обеспечить надлежащее медицинское лечение заболевшему, либо доставить медика на судно, либо транспортировать больного в ближайший порт, где ему будет оказана медицинская помощь. По предварительным подсчетам экспертов, на судах находятся от 40 до 50 тысяч украинских моряков. Заменить их во время карантина сложно, нарушена логистика. Многие компании запретили смену экипажа в целях безопасности. А вот в случае острой необходимости, замена одного человека может обойтись судовладельцу в пять раз дороже, чем до пандемии. На сегодняшний день есть страны, границы которых открыты. Это Белоруссия, из которой открыт коридор дальше в Амстердам, во Францию и еще во многие страны. Если пароходы работают в удобных, так сказать, сегодняшних условиях портах, то все реально. Конечно же, это стоит баснословных денег. Терпят бедствия и крюинговые компании. На плаву пока крупные, которые поддерживаются все теми же судовладельцами. Мелкие же крюинги в условиях карантина закрываются. У них нет возможности оплачивать аренду и зарплаты сотрудникам. Выживут в данной ситуации многие крюинги, но, тем не менее, нельзя скидывать со счетов вот эти маленькие компании, которые по одному пять-десять человек в месяц отправляли на суда иностранных судовладельцев, потому что они, как минимум, давали работу нашим морякам. Это какие-то 25% моряков, которые не могут по различным причинам, кто по возрасту, кто по квалификации, быть подтвержденными крупными судовладельческими компаниями. Позитивные тенденции в условиях карантина при слаженной работе чиновников возможны, считают эксперты. Пандемия отразилась на работе СИЗО, тюрем и судебных структур практически во всем мире. Украинских моряков, которые отбывают наказание или ожидают вердикт Фемиды за границей, можно попытаться вернуть домой. И Ливия, и Нигерия, о которых мы говорим, они заявили, что будут освобождать из тюрем тех, кто ожидает сюда, либо сидит за какие-то незначительные провинности. Нигу надо активнее использовать эту возможность для того, чтобы вернуть наших ребят. На каких условиях? Если виноваты, значит заключать какие-то договора, что мы заканчивали отсиживать наказание здесь. Где-то идти надо срочное освобождение. В каждой стране есть свои законодательства, надо изучать и пользоваться ситуацией, которая есть. Речь идет о сотнях человек. Сейчас же правозащитники ждут ответ на свои обращения от омбудсмена из офиса президента и Кабмина.